все ребята ребят мы спаковались вот заяц лег в рюкзак добытчика и начал потихоньку добавлять в килограммах думаю там килограмм через полчаса там будет килограмм 15 через час будет все 20 вот ну что мы пошли еще искать зайца потому что время еще позволяет и лицензии тоже поэтому вперед и в этот раз нам не пришлось долго искать удачу уже ближайшие лесополосе мы наткнулись на след к сова ребят вот это снег был понедельник еще и вторник еще два дня насыпало почти по колено заяц в такую погоду лежит три дня особенно когда глубокий снег по каким причинам не понятно то есть то ли он боится то ли он хочет спрятаться и наоборот спокойно отсидеться два-три дня что его закидала и на четвертый день он хочешь не хочет выбирает не бегает метров двадцати от того места где он сидел и потом только на пятый день заяц подымается и идет на зимнюю квартиру потому что там где ему было хорошо комфортно осенью оказалось это все комфорт весь засыпан снег вот что мы видим сейчас заяц набегал здесь он здесь две ночи как минимум попробуем может он здесь лежит но больше всего что он уже поднялся и пошел землю квартиру сейчас поищем выходные следы для более эффективного поиска все разделились николай снова пошел по следу а все остальные шли по бокам таким образом высматривая нет ли выходящих следов но большому сожалению следы привели к краю лесополосы где их замело ночным снегопадом а значит нам нужно выдвигаться дальше в путь на поиске новых следов теперь на нашем пути повстречался участок состоящий из плотно засеянных сосен разделенный на две половины электроопорами где на прошлых охотах мы убили не одну пару ног ведь заяц любит такие места тут он как у себя дома и что бы выгнать его на чистый участок нужно приложить немалые усилия метров по 70 растянуться и вот так вот вдоль столбу вот этот участок пройти поискать зайца до самого леса идем просто прямо как и что-то увидели след зайца все тогда все туда сходимся ребята снег глубокий заяц не бегает на зимние квартиры он еще не перешел некоторые один один мы там видели он перешел уже выскочил на дорогу и где-то тропа ну мы его не искали а этот заяц которого мы вот гнали он практически никуда не бегал был на месте и вот уже прошли много километров по дорогам вообще ничего нет то есть единственная возможность это лезть в гущак и там его или подымать или вы искать какой-то след старый уже ну вообще все чисто белок как новая тетрадка будем пробовать так как николай перед этим тропя зайца два раза шел по самым сложным участкам в этот раз в самую гущу пошли артур и иван и уже в первые 200 метров нашему гостю ивану удается поднять зайца ребята вот там вот я не знаю правда каким образом конечно им там нелегко пришлось но они подняли зайца при том ваня поднял зайца и он пошел и там гущак такой страшный сейчас мы с артуром станем на полосе вот этой высоковольтки а ваня попробует пойти по следу а мы попробуем потом подстроиться под его ход а там как повезет место немножко неудобно пока станем здесь непонятно куда заяц побежал куда крутнул сейчас разберется все станет в такой гуще троим охотникам выгнать зайца под выстрел является чрезвычайно сложной задачей ведь косой может выбрать любой путь для отхода и пока один охотник будет стараться закрутить его в нужную сторону остальным придется маневрировать учитывая всевозможные варианты по рации иван передал что заяц пропетляв пару коротких кругов таки не вышел на наши номера а направился вправо от нас как раз на то место откуда мы заходили немедлив ни секунды николай и артур поспешили на перерез нашему косому заняв свои позиции николай дал команду что пиван снова продолжил тропить и стараться закрутить зайца на нас далековато зашли конечно мы перестраховались попробуем вот это номер эмоций можете себе представить как там человеку который идет по следу охотнику там такой гущак иван передал по рации что заяц идет по посадке вдоль электроопор в нашу сторону все идет по плану он его либо припрёт сюда в угол этого зайца либо этот зайц пойдет там по над лесом туда на арту кстати на сегодняшней охоте без раций было бы очень непросто я использовал бэфэнг ювы 6r отличный выбор для охоты купил в магазине бангут скоро на канале будет подробный обзор на эту радейку ссылку на рацию вы найдете в описании к видео но дойдя до нашей стороны заяц вновь крутнул в глубь посадки и нам снова пришлось спешно возвращаться на первые номера где изначально мы ждали выхода ушастого а наверно я пойду немножко его крутнул куда надо а стояли мы вот тут а назад здесь прошел первый раз как стояли не нашел до этого места что пошел туда а 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 поскольку никола не первый сезон охотился в этом молодняке он решил с помощью опыта лично выдавить зайца из гуще дав дав Ивану чуток передохнуть после изморительного тропления. После непродолжительного времени Николай дал команду переставить стрелков метров на 200 левее, так как судя по всему Заяц начал крутить в ту сторону. Дойдя до того места мы с досадой увидели, что Косой уже перешел на вторую половину посадки. На эту половину гущи пошел испытывать свои навыки тропления Артур, а Николай с Иваном встали на номера. Ребята, Заяц никак не хочется выходить, а гущак такой страшный. Нарезает круги, уже два круга нарезал, мы его не можем вытолкнуть оттуда. Становиться вот так вот просто между елок нет смысла, потому что видимость буквально 3 метра, редкий случай это 20. Поэтому стоим вот на одной прогалине, но сложно назвать. И после получасового нервного ожидания наш Косой в метрах 50 от нас таки показался из гущи. Далеко ребята был, метров 60. Стрелял на вскидку. Ну в надежде больше всего, что зацеплю я его таки. Либо дам направление, чтобы он тут не крутился. То есть в любом случае, чтобы он либо выпрямился и ушел после этого гущака, потому что уже надоело ему в этом гущаке третий круг нарезать. Вот. Сейчас посмотрим, пойдем. Больше всего, что это был промах, потому что это было очень далеко. Ну понятно, что дробь на такое расстояние ее раскидала. Я даже не вижу, где вот заяц перескочил. Ну далеко. О, вон. Да, далеко это. Это, наверное, вторым. Вон, вон. Нет, ты знаешь, вон кровь пошла, зацепил я его. Кровь есть, да? Да. Снимаешься? Да. Вот я его вторым, наверное, зацепил, потому что, да, вторым... А, нет, первым. Вторым может промазал. Есть кровь, да? Зацепил я его. Вон смотри сюда. О, нормально зацепил. Есть, есть. Ну не знаю, это нормально, ненормально. Может по ушам попало ему, да и все. Ну я же таки думал, что он может туда пойти, понимаешь? А вон в самый угол. Смотри, из гущака почему стрелял я? Потому что из гущака выходить не хочет. Ты видишь? Вот гущак кончается, он дальше не пошел на тебя. Да. А у самого гущака уперся в самый угол и вот перескочил в тот гущак. Ну я его зацепил. Зацепил я вершу. Да. Не, на четыре лапы становится. Вон видно, четыре лапы, видите? Значит лапы все целые у него. Значит кровь где-то пошла по этому, либо по голове, по верху где-то, либо по спине. Потому что лапы цепно. Я тут вроде как бы лапы такой, но лапы целые. Четыре лапы, все лапы целые. То есть это может быть легкий подранок и он может еще нам долго. Поскольку заяц подранок, дали ему немножко время. Если он легко раненый, чтобы он немножко успокоился. А вот, надеемся, что он с этого гущака уйдет. Вот. Ребята сейчас пойдут там, перестанут на всякий случай. А я пойду по следу посмотрю, куда он скроет. Далеко ли может. Может он лежит где-то, а может он выпрямился. То есть, ну, уже в такой ситуации как бы его, он уже будет немножко себя по-другому вести. Не так, как вот это вот. Потому что, ну, вы сами видите, что он из этих елок, ну, его прямо вот так вот в угол самый придавили. То он отсюда все равно не хочет и быстренько перескочил и обратно в ельник. Но это невозможно. Иван и Артур по рации передали, что они уже на позициях. Пришло время Николаю торопить своего подранка. Солнце уже перешло зенит, а под ранок и не собирался ложиться. Мотая круги погуще, он петлял вокруг сосен. Тем самым заставляя Николая все жестче и жестче подбирать эпитеты, описывая суть дела. Елки-палки, лес густой. Что-то я вообще ничего понять не могу уже здесь. Вроде он и не летает. А номера то мерзли по полчаса на холодном зимнем ветру, то бежали по глубокому снегу, стараясь занять очередную вероятную позицию перехода зайца. И уже казалось, что силы и терпение покидали нас. И лишь охотничья этика по обязательном доборе подранка заставляла нас кружить вокруг посадки. Как вдруг Николай увидел, что заяц таки сдался и выпрыгнул с гущи в поле. Это просто капец. Это не заяц. Это он был до обеда заяц, а сейчас он уже черт. Ну я его выдавил оттуда, но это было таких усилий, что это просто словами... Если он обратно пойдет, то я уже не знаю. Порохом запахло. Здоровья не мал за снег выдать. Шо вам сказать? Шо вам сказать по этому поводу? Теперь нам было важно, не спугнув косого, обступить место, где вероятнее всего он залег. Шо там? Есть двойка, скидка. Я иду заходить на номер. Ваня с другой стороны. Хоре падет по следу. И только мы заняли свои номера, как Николай заметил Лешку Зайца. Ребята, нашли мы нашего Делеца. Ну я сделал вид, что я его не заметил. Сейчас попробую показать, как он сидит и прячется. Ну что, ребята, пора ему ответить за то, что он издевался над нами столько. Пойду я его брать потихоньку. Может побежит на автором. Ну, в общем, сейчас как поднимется, так и будем. Он думает, он спрыгнул красиво с дороги. И думает, что мы его не видим. В этот момент я уже представлял, какой будет вечером вкусный аромат зайчатины с грибами. Ведь в таких обстоятельствах шансов у косового, казалось бы, нет. Охотник, учитывая этику, дал ушатому отбежать метров на 30. Но вместо выстрела мы услышали… Ну вот прозвучал второй выстрел. И после секундной тишины, Заяц на всех парах выскочил. И что есть духу помчался обратно к той посадке, откуда мы его выгнали. Страшно представить, что творилось в голове у Николая, когда после многочасового изморительного тряпления, Зайца можно было взять рукой, а вместо выстрела его ружье издало этот глухой звук и высыпало дробь из ствола ему под ноги. По этическим соображениям, я вырезал пару минут последующего монолога Николая. Но разбирая ситуацию, мы увидели, что выстрел таки зацепил косового. А значит, есть шанс, что он не ушел далеко. Ну, сейчас я пойду по следу. В общем, ребята, целый анекдот. Стреляю первым. А он какой-то затяжной получился. Выстрел, не знаю, может порех, может патрон какой-то старый где-то завалялся. Короче, отсырел или что. Артур, что там, есть следы? Вот. И он пошел вдоль посадки, а там густо. Ну, в тот гущак стрелил один раз. Верни сюда, поверни. Шерсть еще выбил и все. И он перескочил вот сюда. Вот сейчас вот тут еще раз будем пробовать. Ну, ты передоплачь. Давай, пошли. Пошел? Готов. Готов? Наверное. А ну, вот смотри. А ну, вот смотри. А вроде как лежит. А, вот. А ну, стой. Живой, не живой. Господи. А ну, подожди. Готовь. Так это надо, чтобы было такое совпадение, чтобы заяц лежал вот. И ты. Ну, я его чуть-чуть отпустил. Смотри, он не идет на Артура. Я думал, он на Артура пойдет. А он не идет на Артура. А он пошел вдоль посадки вот сюда. Ну, я бачу. Ну, я бачу. Я скинул. Бачу. То. Что-то таки. Не помню сначала. Думаю, что мог он так гнать. Думаю, что звук таки. Ну, я не помню. Потом чую лязь. Чую. Побег. Все. Думаю, в смысле? Да я сам такой. Такой. Бачу, нема, не лежит. Я сам такой, знаешь. Я первым красиво вычислил его красиво. Пах. Ну, это, выстрелы. А вторым я уже понимаю. Он уже подпишал вдоль посадки. Мне ж не видно. Ну, я в тут гущаки стрельнул. Пух там есть, Валя. Пух есть, да. Я его зацепил таки. Вон, добежал он и лег. Вот он. Чекай. Красавец. Слушай, ну ты заметил, что там не рванул с места? Почему? С лежки он не рванул с места, а? Ой. А? Бежал он, бежал. Вот он еле-еле. Значит, с лежки поднялся. И ты, 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 ты. Вот что это за херня? Что это за заяц такой? Там он не то, что там еле-еле. Там просто ветки. А на ветках много это самого. Капюшон. В общем, а я иду. Он сидит спрятался, смотрит на меня. Я тоже стал, блин, на готове. Либо на меня, либо на тебе. Но думаю, всю сторону перекрываете вы. Ну смотри, Коля, я уже думаю, ну, 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 ну. Я хотел на тебя его пустить. Он побежал. Ну я его держал, держал. Смотри, он на тебя не побежал, побежал вправо. Ну что? Ну что? Ну что? Выходь, ты скучивший. Сейчас я выйду, дай. Выноси его. Ох и хохма, конечно, была. Это реально. Вот так вот ребята байки рождаются охотничьи. Да, да, да. Ты понимаешь, чтоб это так случилось, и что ты зайца вот увидел, и он у тебя, ну, он не убежал, конечно, Ну, первая осечка, которая, ну, у меня там их бывает, я не знаю, даже, не могу даже их там как-то, ну, посчитать их там, может одна, две. И тут, ну, все. На такой мажорной ноте и закончилась сегодняшняя охота. Пора возвращаться домой. Ребята, короток. Зимний день охотничий еще, короче. Казалось бы, еще хотелось бы, но уже темно, все. Вот, сегодня добыли два зайчика. Второй заяц, конечно, ну, это он нам вымотал нас, выгонял. Мы на него потратили кучу времени, но надо было его добрать, потому что он покровил. Вот, мы его добрали, ну, и уже, конечно, больше ничего сделать не успели. Конечно, хотелось бы еще походить, но уже как есть. Были смешные, конечно, случаи с осечками, с промахами. Ну, в общем, все было сегодня. Отличная охота. Я думаю, что у нас все удалось. И ребята все довольны. Идем к лагерю. Все в бунтах. Мудрень по 50 за сбитой положенной. И домой. Все. Picasso. И良 adaptation. А blessing. Т – Да. Еще должен проверить. Как Work works. Оказалось с Адварой? О, Диана. Субтитры создавал DimaTorzok